Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12 в студии Михаил Тишин. В последнее время наши выпуски выходили на канале Мухтара Облязова. Но теперь мы возобновляем выход новостей на информационном канале 16.12. Мы продолжаем говорить о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. В Министерстве здравоохранения искажают статистику, чтобы скрыть свое бездействие. А то Каев раздает пустые поручения на своей странице в Твиттере, скрываясь от публики. Уже месяц, как в Хабаровском крае, ежедневно проходят многотысячные митинги. К требованиям протестующих присоединяются россияне со всей страны. Активисты приглашают на АСАР в дом семьи Дулата Агадила. Сторонники Дулата соберутся, чтобы прочесть молитву и поддержать родственников героя. Государственная машина показала, что не способна противостоять коронавирусу и поддержать население. Все ресурсы правительства расходуются на имитацию работы и фальсификации статистики. Минздрав так и не показал объединенную статистику ковид и так называемой пневмонии. В правительстве уверяют, что ситуация стабилизируется, кое-как хватает, но условия карантина продолжают ужесточать. Действия властей прямо противоречат их словам. 17 июля в Министерстве здравоохранения заявили, что с 1 августа статистика по ковид-19 и пневмонии будет считаться вместе. Министерство пойти на такой шаг вынудил международный скандал. Иностранные аналитики узнали, что казахстанское правительство скрывает масштабы заражения коронавирусом под видом случаев пневмонии. Что это за пневмония, на самом деле это есть или нет? И какова смертность от этой пневмонии? Однако министр и главный санврач заявили, что случаи пневмонии, выявленные до 1 августа, не учтут. Уже известные 234 тысячи случаев пневмонии в статистику не войдут. Правительству удобнее считать, что их нет. Надо подчеркнуть, что это не простые пневмонии, а так называемые вероятностные случаи, либо коронавирусные пневмонии, которые имеют схожие клинические и эпидемиологические признаки с коронавирусной инфекцией. В первые же дни учета количество случаев пневмонии превысило количество ковид-19. Причем коронавирусная пневмония оказалась куда более смертельной, чем сам коронавирус. С начала года от пневмонии умерло более 4 тысяч человек, а от ковид – тысяча. А данных по зараженным пневмонии врачам попросту нет. Официальная статистика продолжает разделять случаи ковид и пневмонии. Если бы Минздрав выполнил свое обещание и объединил статистику, то с начала года мы бы увидели более чем 350 тысяч зараженных и 5 тысяч смертей. Несмотря на устрашающие данные, Алексей Цой продолжает уверять, что ситуация улучшается. У нас идет снижение по количеству вызовов, идет снижение по количеству загруженных стационаров, обращение в скорую помощь. Обратите внимание, благодаря усилению санитарных требований за последние три с лишним недели отмечается значительное снижение заболеваемости населения во всех регионах. И вы видите, ситуация мы овладели ситуацией, мы реально снизили сейчас и заболеваемость, и смертность. Мы увеличили доступность, лекарства появились на рынке. Так министр отвлекает внимание от своих провалов. Слова Токаева противоречат заверениям об улучшении и подчеркивают высокую смертность. Отыгрывая роль заботливого правителя, он приказывает правительству снизить смертность и усилить карантинные меры. За критикой правительства Токаев также скрывает свои управленческие провалы. До конца года глава счетной комиссии должна подготовить отчет о неэффективном управлении государственными активами. Не дожидаясь отчета, можно спрогнозировать тотальную коррупцию. Еще два месяца назад Минздрав выделил 1 миллиард тенге, чтобы закупить 1,2 миллиона тестов. Вы в протяжении месяца говорите, что в ближайшие дни будет закуплено 1,2 миллиона тестов, на которые выделен миллиард тенге. Вы закупили этот миллион тестов или вы до сих пор в процессе? Вы как говорите об этих закупках? Где они? Ну, я думаю, договор составлен конкретно с организацией, которые это. Я думаю, они официально вам пояснят и дадут развернутую информацию. Закупку обещали провести в течение 10 дней. Но до сих пор в министерстве молчат о судьбе выделенных средств. Очередной скандал привлек внимание к министерству. За хищение бюджетных средств на два месяца арестован заместитель министра здравоохранения Алжас Абишев. На данный момент ведется расследование, детали которого не разглашаются. Но у нас информации сейчас достоверной нет, потому что идет следствие, да, и здесь уполномоченные органы, я думаю, сами доведут ту информацию, которая у них есть. Он был назначен на должность летом 2018-го и курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности. Обзор его страницы в Инстаграм показывает, что Абишев водит Лексус, много путешествует за границу, любит вино и виски, а также пошутить о закредитованности населения. Чиновники продолжают перекладывать ответственность друг на друга, скрывая реальные масштабы проблемы. Глава государства уже несколько недель не появлялся в прямом эфире перед публикой. Вероятно, он скрывается вместе с Назарбаевым в бункере. Данные статистики скрывают или искажают, чтобы ситуация выглядела не так ужасно. Тем временем простые люди в соцсетях публикуют душераздирающие истории об отсутствии помощи как больным, так и врачам. Но правительство не слышит голоса народа. Они переложили ответственность за здоровье людей на них самих. Заболеваемость напрямую зависит от социального дистанцирования, от ношения масок, от соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Напрямую от этого зависит. Протесты в Хабаровском крае сотрясают Россию уже на протяжении месяца. Таких массовых и продолжительных протестов еще не было на всем постсоветском пространстве. Протесты распространились по всей стране. От Владивостока до Екатеринбурга. В подобных мирных протестах зарождается семя всех цветных революций. Только когда на площади с мирными требованиями выйдут десятки тысяч людей, репрессивный режим не сможет противостоять народу. И это еще не все. Там столько же. С 11 июля протестующие ежедневно устраивают митинги-шествия. Протесты в Хабаровске стали самыми массовыми в истории страны. В прошлую субботу на митинг вышло около ста тысяч человек. Также теперь это и есть самый продолжительный протест, который не утихает вот уже четыре недели. Я вы, Сергей Фургалов! Мы здесь вновь! Мы здесь вновь! Мы здесь вновь! Мы здесь вновь! Все, что может сделать полиция в данной ситуации, это следить за шествием со стороны и уговаривать протестующих разойтись. Снимаю, уважаемые граждане! Выход, извинения, нахождение на боевые участники жертвы на заказчиках. Директором пакетов на заказчиках. 2 августа, в день воздушно-десантных войск, протестующих поддержали бывшие десантники. Они присоединились к шествию с флагами в руках. Хочу обратиться ко всем ветеранам боевых действий, хочу обратиться ко всем братишкам из спецназа за помощью, чтобы защитить наш обычный народ, защитить наших стариков, защитить наших жен, защитить наших матерей, за которых мы воевали, за которых мы, не щадя своей, как говорится, крови и пота, отдавали долг родине. Мы сейчас крепимся здесь против беззакония этой власти, против того, как они вытирают об нас ноги. Не ради этого мы давали долг присягу, что мы будем с народом, защищать народ. Я, мы, Сергей Фургал! Власть не идет на уступки и только подогревает народный гнев, прислав из столицы своего губернатора Михаила Дегтярева. Это член ЛДПР и спутник Жириновского для похода в баню. Дегтярев известен своими глупыми высказываниями и абсурдными предложениями. Коллеги, журналисты, что вы думаете насчет бани? Как будем париться и где в бане в Хабаровске? Слушайте, я не знаю, с кем вы ходите в баню, я хожу в баню с мужчинами, правда? Логично. И буду впредь ходить в русскую баню исключительно с мужчинами. Жил в Хабаровске парных мало, не хватает самарцев в бане. Баню! И баню! Губернатора Дегтярева открыто троллят блогеры и пользователи соцсетей. Он будто специально дает людям поводы для критики и шуток. Образ нового губернатора далек от людей, ведь они его не выбирали. В Хабаровском крае задержан временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев. Как сообщили в Следственном комитете, Дегтярева подозревают в отмывании денег через организацию сети банных комплексов и саун. Давайте, давайте, пакуйте его. Прямо так, чтобы он даже не свернулся. В настоящий момент решается вопрос о передаче Михаила Дегтярева московским правоохранителям в обмен на возвращение в Хабаровск действующего главы региона Сергея Фургала. На период следственных действий в отсутствии Фургала роль временно исполняющего обязанности губернатора возьмет на себя сам Виталий Наливкин. Его назначение можно сравнить с событиями 1986 года, когда на смену Кунаеву из Москвы прислали чужого для казахстанцев Колбина. Это привело к одним из самых мрачных страниц в истории Алматы. Вполне очевидна репрессивная политика авторитарного режима по отношению к регионам. Власть не может вести диалог с народом посредством давления и ущемлений. Кремль упрямо отказывается идти на компромиссы, но также не в состоянии подавить такие массовые митинги. Требования протестующих просты и обоснованы. Верните нам Фургала! Верните нам Фургала! Верните нам Фургала! Свободу! 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 Они требуют вернуть Сергея Фургала в Хабаровск для независимого суда. и право выбирать губернатора самим. Не уйду. Все чаще звучит новое требование Путина в отставку. Почему сегодня звучит лозунг Путина в отставку? Потому что за 20 лет народ отстал от власти, которая неизменяемая. Народ хочет перемен. За этот месяц изменилось поведение властей и протестующих. Растет единство народа. Постепенно подключаются активисты из других городов. Не только из Владивостока, Москвы и Санкт-Петербурга, но также из далеких Казани, Барнаула, Екатеринбурга. Это урок для казахстанцев. При объединении достаточного количества людей власть оказывается бессильна. Мы должны не просто вывести людей на митинг. Мы должны победить этот режим. А победить этот режим можно только тогда, когда мы организованы. Когда существует ядро в каждом городе, минимум по 5000 человек, именно тех, которые поведут протестующих к охорде, именно те, которые не допустят никакого хаоса. Как, собственно, это происходит в Хабаровске, когда там вышло 100 тысяч человек. Все очень сильно, хорошо организовано. Люди подготовлены, знают, что требовать. Пока вы смотрите, в комментариях кипят обсуждения. Поделитесь своим мнением и вы. Также подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. На эти выходные в Акмолинскую область съезжаются казахстанцы со всех регионов. Семья Дулата Агадила пригласила всех сочувствующих на поминальный ас. Общими силами активистов построен новый дом для семьи убитого героя. Поддержка и помощь людей необходимы семье, оставшейся без кормильца. Только власть это не волнует. Арестованы более сотни активистов, которые направлялись на ас. Уже завтра в Талабкире соберутся друзья и сторонники Дулата Агадила, чтобы почтить его память и прочитать молитву на могиле героя. Общими силами активисты завершили строительство дома для семьи Дулата. Астана. Поселок Талабкир. Перед смертью Дулат успел заложить фундамент нового дома для своей семьи. После убийства собрались его друзья и все вместе закончили дело Дулата. Уже завершены отделочные работы внутри и снаружи. Обустроен двор. Все это сделано руками и средствами неравнодушных активистов. Так, здесь уже все у нас закончено. Фасад. И теперь хочу вот к ребятам подойти. Вот у нас сейчас идут последние завершающие работы по фасаду. Не все смогут приехать в Талабкир. Многие спрашивают, как еще можно помочь большой семье Дулата. Их новый дом еще предстоит обставить мебелью и необходимой техникой. Если вы хотите принять участие в Асаре, можно перечислить средства на один из счетов активистов. Наша цель закончить строительство дома. Наша цель провести АС. Наша цель с гражданами, которые приедут на этот АС, проехать, пройти в сторону кладбища, прочитать луга. Никаких опасных для вас лже-самоизбранных чиновников и всех остальных. Для вас этот день никакой опасности нести не будет. Здесь бояться нечем. Мы не делаем ничего противозаконного. Просто приезжать. Да? Да, просто приезжать. Просто приезжать. Люди объединились вокруг горя и вместе построили дом для семьи Дулата Агадила. Хотя завтра на Асаре не будет никаких политических лозунгов. Режим понимает, что так же, как люди объединились, чтобы построить дом, так же все казахстанцы могут объединиться и построить новую сильную страну. Граждане нашей страны показывают, что они могут объединяться, могут помочь. Могут помочь семье построить дом. Сегодня они строят дом, завтра они построят новую демократическую страну. Вот именно это очень сильно пугает режим. Для нынешнего режима это конец. Масимов сильно напуган событиями в Хабаровске и Беларуси. Из источников в МВД пришла информация, что в Астану стягиваются 500 сотрудников полиции со всей Акмолинской области. Жить полицейские будут в палатках. Поэтому последние недели полиция преследовала активистов, съезжавшихся в Талабкер со всей страны. Более сотни людей арестованы у себя дома или прямо по пути в Талабкер. Людей запугивают, вызывают на допросы и принуждают оставаться дома всяческими способами. Против активиста Багдата Бактыбаева возбудили уголовное дело за участие в экстремистской организации. Изъяли особо опасные для режима Назарбаева футболки с логотипом «Коще партиясы» и баннер «Свободу политическим заключенным». Создают очень глупые вопросы. Не являетесь ли вы лидером «Коще партии»? А что я ответил «да», я являюсь лидером «Коще партии». Сотрудники КНБ похитили Аблаваса Джумаева. Сейчас он находится под пробационным контролем после того, как был осужден по политическим статьям в 2018 году. КНБ пытается сделать все, чтобы Аблаваса признали нарушителем пробационного контроля и вернули обратно в тюрьму. Новый инструмент репрессии – это фальсификация тестов на коронавирус. Причем по отношению к людям, которые эти тесты даже не сдавали. Я вообще не болен никаким коронавирусом. Это все делается для того, чтобы оказать давление. Ощутляет это КНБ во главе с Каримом Масимовым. Организатора строительства дома Дулата Агадила в Талабкере, Ербол Исхожин, вообще посадили на 15 суток по обвинению. Внимание, что якобы он призывал на митинг, который прошел 6 июня. Как известно, на митинг призывал и ДВК, и Жанбалат Мамай. Но Мамай, который находится в Алмате, он не был привлечен к административной ответственности, не был оштрафован, не был посажен на 15 суток. И вот почти через 2 месяца власть просыпается и вспоминает, что оказывается, якобы Ербол Исхожин призывал на митинг. Только марионетка режима Жанбалат Мамай без проблем прилетел к семье Дулата Агадила, чтобы сделать несколько фото с матерью и сыном Дулата для своего фейсбука. Почему десятки активистов преследуют, сажают в тюрьму за поездку в Талабкер, а Мамай спокойно призывает людей выходить на акции и передвигается по стране. Вот видите, на самом деле раскрывается лицо режима. То есть Мамай свободно ходит, летает, прилетает в Астану, ходит в окружение ОМОНа и никто его не обижает, не трогает. Его используют для отвлечения, создания различных провокаций, чтобы люди пошли в ту сторону, которую укажет КНБ. Также избирательно режим ведет себя в Актау. На похоронах матери экс-начальника полиции Аблазимова собрались сотни человек, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий. Полицейские не разгоняли толпу, а наоборот перекрыли центральную дорогу для процессии. Жители Актау требуют отставки главы полиции региона. Под давлением общественности на родственников наложили штраф. Начальник полиции Магастарской области и главный санитарный врач регион должны быть уволены. В отношении всех чиновников, кто сегодня присутствовал на этом мероприятии, должно быть проведено лужебное расследование. Должен быть составлен протокол и наложен штраф, как всем обычным рядовым гражданам. Почему простых людей преследуют по всей стране, чтобы помешать помянуть умершего друга? Тем временем люди режима вроде Мамая и Аблазимова могут устраивать процессии, агитировать людей, выходить на акции. Все больше людей недовольны неравенством и беспределом. Эти люди объединяются, чтобы стать сильнее и нарушить этот перевес сил. Именно это было мечтой Дулата Агадила. Дулат! 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 С вами были новости 16.12 и их ведущий Михаил Тишин. До встречи!